здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике вы с эзотерикой жить легко поможет вам андрей дыку сегодня я хочу сразу же объявить о том что сегодня и завтра у нас проходит акция на сайте нашим дуйко гуру она называется summer black фридой и скидки абсолютно на все семинары минус 40 процентов эта акция у нас пройдет с 21 по 24 июля а сегодня 21 то есть сегодняшнего дня и так здрасте всем здрасте не будем терять время сегодняшняя наша лекция наверно по эзотерике она будет посвящена любой значительной магии я хочу назвать сегодняшнюю лекцию как добиться успеха во всех сферах жизни эзотерические знания сокрытые веками от человека и человечества все вокруг нас это эзотерика все имеет определенное за 3 ска и значение раньше уже говорил что эзотерика управляет миром да многие скажут это не так это все чушь собачья там какая-нибудь ерунда и так далее я хочу сказать что да я согласен с теми людьми которые считают этой чушью вы так и проживете как обыкновенные люди считающие этой чушью и будете как обыкновенные люди жить но есть такие люди которым везет есть такие люди которым нереально везет кто вообще эти люди которые управляют миром упло управляет планетой кто эти люди которые стали мега богатыми мега знаменитыми мега красивыми мега популярными мега еще какими-то а вы такими стали Ну и хочется сказать, да, но этим людям везет. Вот именно эзотерика как раз и есть та тайная наука, которая рассматривает везение как один из элементов человеческого достижения, которым возможно управлять. Именно поэтому люди, которые добиваются всего на планете Земля, это люди, которые знакомы с эзотерикой. Доказательствами этого всего являются символы, которые зачастую являются непонятными нам. Это символы треугольники с глазом, это пирамиды всевозможные, это символы анг, символы свастики, которые используются в разных религиях, это религиозные символы и так далее и тому подобное. Очень часто эти символы мы можем видеть на всевозможных от икон до изображений, которые находят от греческой мифологии и литературы, заканчивая историей ацтеков и народов Мексики. Ну что ж, сегодня хотел бы пролить небольшой свет на все эти идеи и начнем мы, конечно же, с цифр. Я считаю цифры наиболее магическими, наиболее уникальными для человека. И можно ли сказать, есть ли у человека какая-либо задача? Существует некое понятие, которое называется кармическая задача, в ходе которой у человека может появиться идея, чем ему на самом деле заниматься, каким образом ему строить свою жизнь, в чем он может быть успешный и так далее. Ну что, давайте я сегодня открою некоторые такие тайны, наверное, для вас, вам будет это очень интересно. Итак, если взять свою дату рождения, сложить ее с месяцем рождения, допустим, как у меня, 16-е, 11-е, 1971-е. Если все между собой сложить, получится девятка. Что обозначает девятка, что обозначает единичка, я сейчас все буквально для вас скажу. Итак, что обозначает в случае, если у вас появилась единичка? Единичка обозначает, что вас слышит Бог, что вы можете вести жизнь как банкир, что вам будут даваться высокие науки, такие как медицина. У вас будет получаться зарабатывать деньги на накоплении денег, на привлечение финансов. Вы можете быть великолепным руководителем. Также у вас будет получаться работать инвестором, строить дома, заниматься точными науками, медициной, заниматься архитектурой, быть государственным служащим. А в случае, если у вас двойка, если у вас двойка, это говорит о том, что вам будет доступна красота, творчество. Вы запросто сможете привлекать в свою жизнь материальное благополучие, вам хорошо заниматься швейным бизнесом, бизнесом, который связан любыми услугами. У вас очень хорошо будут получаться продажи. Я могу вас поздравить, вы являетесь человеком, которому потенциально во всем везет. У вас всегда будет приумножение в семье, у вас будет получаться бизнес, который связан с мелким бизнесом, с ремесленничеством, с такими науками. Если вы тройка, вам будет тотально вести в управлении. Вы сможете быть человеком, который управляет финансами, потоками. У вас будет получаться заниматься управлением топ-менеджментом. Вы можете быть руководителем высшего звена, вы можете быть человеком, который создает очень хорошо, управляет очень хорошо, занимается накоплением денег. Человеком, который может заниматься управлением военнослужащим, руководителем среди военнослужащих. Вы можете обучаться логистике и заниматься элемент руководства для вас самый важный. Четверка, вы легко сможете решать вопросы других людей. Из вас получатся знаменитые адвокаты, психологи, психиатры. Все, что связано с разумом, все, что связано с эмоциями человеческими, вы можете это распутывать, можете этим управлять. Из вас будут получаться хорошие преподаватели, хорошие руководители, хорошие менеджеры. Вам будет жизни вести, но основная задача, основная цель вашей жизни заключается в том, чтобы решать запутанные проблемы, решать созданные задачи. У вас есть склонность к медицине, есть склонность к эзотерике, есть склонность к тайным наукам. Четверка. Пятерка. В случае, если у вас пятерка, это будет говорить о том, что вы можете запросто занимать позицию или иметь специальность, которая может являться юридической специальностью, милицейской специальностью. Вы можете быть военным, вы можете, у вас есть харизма, вы можете достигать успеха, будет получаться предпринимательская деятельность. Шестерка. Вам везет потенциально в любом виде бизнеса. Занимайтесь бизнесом, открывайте любой бизнес, у вас будет получаться практически сразу же любой бизнес, который бы вы хотели. Но в случае, если в этом бизнесе будете руководителем. В случае, если вы будете подчиненным, вам этот бизнес не будет удаваться, поэтому пересмотрите его. Также хорошо вам заниматься управлением, в отличие от двойки. Двойки лучше заниматься обучением, лучше заниматься бесконечными. Двойка может быть руководителем религиозного общества, эзотерического направления, как и четверка. Итак, шестерка очень везучая, об этом я сказал. Семерка. Все, что связано с бизнесом, который связан с баром, который связан с весельем, который связан с управлением и созданием моды. Все, что связано с интернет-бизнесом, это будет у вас очень хорошо получаться. Восьмерка. Все, что связано с журналистикой, писательством. Вообще, хочу сказать, что восьмеркам в жизни очень везет. Они чрезвычайно умные и им повезло, они могут заниматься точными науками. Но есть одна особенность. Все восьмерки, им очень в жизни удается быть людьми, которые легко, просто потенциально и быстро и легко добиваются своих желаний. Если у человека исполняются желания, исполняются они с легкостью, то можете быть уверены, что перед вами находится восьмерка. Ну и заканчиваем это девяткой. Девятка – это люди, которых любит Бог. Девятку любят близкие, девятки любят близких. Это люди, которые могут заниматься любым видом бизнеса. Таким людям подходит вид бизнеса, который связан с психиатрией, психологией. Если люди эти попадают и начинают заниматься любым бизнесом, им всегда соответствует успех. Но только в случае, если они нашли в себе теплоту чувств. В случае, если люди агрессивные тонут. В случае, если люди теплые, то у них все в жизни получается. Давайте еще раз. Единички, восьмерки и тройки. Везучие и таким людям подходят специальности и профессии, которые связаны с умом. То есть это создание информации, это создание, работа мозгами, работа написания текстов, журналистика, программирование. Если единицы это больше программисты, то тройки это больше те, кто этими людьми управляет. Двойки, девятки и шестерки это люди, которые чувственные, которым необходимо развивать в себе чувства. И одна из особенностей. В случае, если единица, восьмерка и тройка не читают, не обучаются, их жизнь становится неудовлетворительной. В случае, если двойки, девятки и шестерки не влюбляются, их никто не любит, то их жизнь становится неинтересной, им не нравится жить. В случае, если семерки, четверки и пятерки не имеют семьи, не имеют людей или не имеют какого-то бизнеса, где они должны либо спасать кого-то, либо кому-то помогать, либо содержать семью, либо семье помогать, либо посвятить себя семье, либо к работе относиться как к семье. эти люди любят быть людьми, которые посвящают себя кому-то, это люди, которых можно условно назвать людьми ездовыми лошадьми, люди созданные для ума, это люди о единичке, восьмерке, тройке, люди созданные для чувств, это двойки, девятки и шестерки, и люди созданные для того, чтобы служить другим людям, помогать другим людям, иметь семьи и создавать вокруг себя вот такие завихрения людей, излучающих теплоту, заботящихся, людей милосердных, это семерки, четверки и пятерки, в случае если вы четверка, помните, для вас самая лучшая специальность это эзотерик, психолог, целитель, четверки, семерки и пятерки лучшие в жизни или в мире целители, в тот момент, как единички, восьмерки и тройки, скорее всего, даже не будут слушать данный семинар, он им будет просто неинтересен, так как такие люди живут через принцип своего сознания, и им, скорее всего, такая информация будет неинтересна. Ну что, как цифры связаны с нашим телом, еще такая вот информация. Оказывается, используя определенные цифры, представляя их на своем теле, можно очень изменить свою судьбу. Если на протяжении дня представлять, будто на вашей груди нарисована девятка, то обретете любовь. Вас начнут любить, к вам начнут хорошо относиться, у вас появится очень много людей, которые захотят вас обожать, которые захотят вам помогать. В случае, если с правой стороны представлять цифру 6, моликом к вам, вот так в завернутку, то у вас будет получаться успешное предпринимательство. Если у вас нет сотрудника, у вас не получается придумать, чем вам заниматься, у вас не получается найти какую-нибудь бизнес-модель своего поведения, представляйте каждый день шестерку с правой стороны от себя. В случае, если у вас есть проблемы, которые связаны с проблемами суда, у вас неприятности в жизни и так далее, также вам часто снятся умершие родственники, у вас есть психические заболевания, представляйте, будто с левой ноги вниз под землю идет одна цифра 4, перевернутая вверх тормашками, а с другой вторая цифра 4, это называется вашими кармическими корнями. Представляете, будто вы видите сияющими цифры 4 с левой ноги и 4 с правой ноги, это на 100% поможет вам в дальнейшем справиться с судом, с проблемами, которые связаны с преследованиями, с врагами и даже с психическими заболеваниями. В случае, если представлять с левой стороны от себя плюс, яркий, сияющий или цифру 2, это привлечет в вашу жизнь материальное благополучие и деньги. В случае, если над головой представлять либо цифру 8, а еще правильнее 2 солнца, верхнее солнце золотое, а под ним любого другого цвета, но лучше представлять желтого цвета, 2 золотых солнца, то это продлит вашу жизнь, вы помолодеете и станете себя лучше чувствовать физически. Это все называется элементами работы через цифровые коды, об этом я очень много рассказываю у себя в разных семинарах, особенно уделяю этому внимание в своем семинаре обучении в эзотерийской школе Кайлас 4 ступень, там я рассказываю о гармонизаторах, о том, как построить пентакль абсолютно счастливой жизни и так далее и тому подобное. Ну что ж, перейдем к следующей теме. Очень много есть информации, а еще раз хочу напомнить, что сегодняшняя тема называется «Как добиться успеха во всех сферах жизни, эзотерические знания, сокрытые веками». А вот вы же не знали, как использовать цифры в повседневной жизни. Теперь вы знаете, еще раз давайте, если девятка в груди, станешь привлекательным. В случае, если шестерка, с правой стороны это даст или сделает вас, придет идея, чем заниматься, принесет возможность предпринимательской деятельности. А если слева плюс, то привлечет вам материальное благополучие. Можно ли менять это местами? Можно. Существует всевозможное количество разных идей, каким образом это можно все менять. Существуют такие идеи, которые говорят о том, что к человеку подключены символы планет. То есть, в случае, если представить в центре груди у себя ромб, и в этом ромбе представить пятиконечную звезду, то это будет обозначением того, что к человеку подключены планеты Венера, Меркурий, Сатурн и не помню, что там еще. И если представлять пятиконечную звезду, то человек становится популярным, очень властным, очень сильным и так далее. Что обозначает восьмиугольник? Восьмиугольник обозначает человека, через которого или к которому подключены восемь планет. Ну и так далее. Итак, существует ли точка сборки? Да, точка сборки у человека находится в разном месте, но есть определенное понимание такое, которое называется тоном. В случае, если человек обращает внимание на тон свой, то у человека появляется очень много возможностей и улучшается достижение в его жизни. Смотрите, существуют нижние тона, которые необходимы для того, чтобы человек не боялся. Поэтому, если нижние тона слабые у человека, то человек становится боязливым, боегузом, у него появляются страхи, он боится коммуникации. А если слабые верхние тона, то у человека не получается предпринимательской деятельности, мечты не исполняются, везения нет и так далее. И я рекомендую медитировать на оба этих тона, где же они находятся. Первый тон называется тон или точка сборки, которую можно сдвинуть. Это энергия, которая движется вверх. Каким образом медитировать на нее? Сидя, нажмите на макушечку себе несколько раз или постукайте. И представляете, будто вы делаете выдох в данную точку мысленно, ощущая, будто когда вы делаете выдох, то у вас в этом месте появляется зажигание свечи или огонь, подобный тому, как будто горит газовая горелка. В случае, если так делать, у человека появляются хорошие мысли, человек омолаживается, человек худеет, лучше себя чувствует и так далее. Кстати, несколько практик о том, как можно похудеть. Знаете, какая самая простая практика или какие практики бывают, которые помогут вам похудеть? А ведь похудение же тоже может привести человека к счастью. Ну, несколько, которых я вспомню. Самая простая, это когда вы кушаете, представляете, будто у вас в животе горит, будто вы в животе видите колдовской котел, в котором постоянно булькает золото, которое кипит. В случае, если во время еды, перед едой и после еды представлять такой котел, быстро похудеете. Почему я утверждаю, что это работает? Посмотрите на меня. На протяжении двух лет я похудел более чем на 20 килограмм. Вернемся к теме. Использую эзотерику, не занимаясь особо спортом. Ну, что ж, вернемся к доказательству. Посмотрите мои старые видео. В этих старых видео вы увидите меня совершенно в другом облике и сможете понять, насколько это все было критично. Ну, что ж, вернемся к теме. Второй тон, который делает человека боязливым, который... Если к вам пришел человек властный, и вы испугались, глядя этого человека, вы стушевались, если при встрече с кем-то у вас появляется ощущение запертости воздуха, в случае, если люди, глядя на вас, не обращают или не видят вас, не обращают на вас внимания, это говорит о том, что у вас вторая точка сборки очень слабая. И эта вторая точка сборки, скорее всего, недостаточно хорошо у вас стоит. Точек сборок у человека 11, а двух из них я вам сегодня расскажу. Но узнать об этом можно, пройдя мои ступени школы, где я широко об этом говорю, об астральной точке сборки, о точке сборки бесстрашия. Итак, где находятся точки сборки бесстрашия? Необходимо представить, будто там, где стоят наши ступни, и они между собой связаны на земле, провести прямую черту между одной ступней и другой ступней, и между ними представить, будто есть точка, которая идет глубоко в землю. Представить, будто на выдохе вы начинаете дуть в эту точку, не опуская голову вниз, дуть в эту точку и представлять, будто там внизу вы надуваете большой резиновый шар черного цвета. Желательно это все делать со звуком ХО. Если так делать, или если так выполнять, если так выполнять, то у человека появляется бесстрашие, у него появляются, полностью исчезают страхи, панические атаки, депрессивные эпизоды. Возвращается сон, улучшается общее состояние, улучшается иммунитет. Исчезает ряд психических заболеваний, близкие к такому человеку хорошо относятся. Хорошо получается делать бизнес, постоянно появляются хорошие идеи. Лучше всего такое занятие или такую практику выполнять в вечернее время. Если выполнять это в вечернее время, то буквально 1-2 недели и улучшится общее самочувствие. Несколько слов, раз уже заговорили и об этом. Если человек дует в верхнюю точку сборки, то он может произносить я и на вдохе, и я и на выдохе. Тогда усиливается эта энергетика. Еще раз говорю, в случае, если медитировать в верхнюю точку на выдохе, то представляешь огонь. Человек становится моложе, человек становится красивее, он нравится людям. Если в нижнюю точку человек становится бесстрастным, бесстрашным, на человека обращают внимание, его начинают уважать и так далее. Исчезают страхи, и это стоит на первом месте. Сколько выполнять? Я не могу сказать. По идее, 108 выдохов в нижнюю точку. По идее, методы, которые связаны с нижней точкой, практикуются более в утренние часы. А методы вообще не имеют значения. С открытыми, с закрытыми глазами тоже не имеет значения. Поэтому можете практиковать. Напишите, кстати, в дальнейшем под этим видео, насколько вам это помогло, и насколько знания эзотерики могут помочь вам чувствовать себя лучше и ощущать себя лучше. Несколько слов еще и об органах наших. Об органах. Итак, если у нас болит правое легкое, если болит правое легкое, в нем необходимо представить цифру 3. Тогда легкое и цвет розовый, тогда легкое перестает болеть. В случае, если болит печень у человека, необходимо представлять цифру 6. В случае, если болит почка, необходимо правое, необходимо представлять цифру 5. А в случае, если болит у вас мочеполовая система, представлять цифру 4. В яичниках, в матке или в половых органах. В случае, если у вас болит желудок и левая почка, представлять цифру 7. А если поджелудочная железа, то представлять цифру 4. А если щитовидная железа, цифру 8. а если сердце если болит сердце цифру 1 а в случае если правая левая легкая то цифру 2 также можно заменить можно цифру 2 представлять в сердце а цифру 1 в легких это не имеет значения и 1 и 2 и для легкого левого и для сердца это это цифра подходит поэтому можете представлять цифру 3 справиться на стороны цифру 1 с левой стороны в легких и тогда легкие начнут работать цифру 2 в сердце и цифру 6 печени тогда печень начнет работать и цифру 9 представлять цифру 9 представлять в центре груди улучшится иммунитет цифру 4 представлять в поджелудочной железе и в мочеполовой системе также поджелудочной железе можно представлять цифру 94 а в голове представлять цифру 183 или 98 таким образом происходит программирование наших органов в действительности это имеет значение есть цифровые коды я них тоже рассказываю на своих семинарах кстати хотелось бы вам напомнить сегодня еще раз все абсолютно семинары с 21 июля по 24 июля можно приобрести так как в нашей эзотерической школе кайлас на сегодняшний день проходит акция она называется summer black friday или минус 40 процентов скидки на абсолютно все семинары которые есть нашей школе почему я решил провести такую акцию это связано с днем рождения моего близкого человека светлана которая является мамой моей супруги я как мужчина живу по принципу семьи все люди которые живут со мной под одной крышей являются для меня семьей также знаю правила эзотерики которая всегда говорит следующие слова в случае если человек лелеет и поливает корни корнями являются люди которые живут под одной крышей старше нас то это всегда приводит к росту и процветанию материального благополучия в нашей жизни хотите мой совет у вас есть свекруха или теща обязательно очень хорошо относитесь к этим людям делайте подарки делайте преподношения старайтесь их выслушивать хвалите делайте комплименты этим людям не имеет значения свекр или свекру свекровь теща или тесть вы с ними живете пусть для вас это будет основой чем сильнее вы их ненавидите тем меньше денег вашей жизни будет добавляться почему они корень нельзя сами себе рубить свой корень потому что в дальнейшем не будет не вам вести не вашему здоровью не вашим детям из-за того что взять ненавидит свою тещу из-за того что невестка ненавидит свою свекровь это все приводит к тому что в дальнейшем у детей не получается выйти замуж не получается замужества вы уже делали так пока эти скажите раскаиваюсь милая моя мамочка ты такая хорошая была несмотря ни на что прости меня за то что его так себя вела и если дочь не замужем или сын не зам не женат то обязательно быстро выйдут почему это такая особенность у меня была история когда-то поехал в индию со мной была женщина эта женщина она была из симферополя возможно меня смотрит сейчас и она имела очень крупный бизнес занималась сельским хозяйством продажи одежды и на рынке там у нее места такая очень очень энергетичная очень такая успешность 90-х годов состоялась уже в 90-х ездила на дорогих автомобилях купила кучу недвижимости построила отель и так далее то есть сама состоялась причем родители у нее не благополучные ну и не получила образование тем не менее состоялась как такой хороший потужный мощный специалист в области бизнеса но когда мы поехали в индию то моей проблемы это было с проблема здоровья и и проблема это была проблема замужества когда мы приехали то мой вопрос был когда я смогу выздороветь и смогу ли выздороветь чем не лечиться мне ответили там был человеку к то которому задавали этот вопрос а у нее был вопрос такой есть сказать она говорит почему я не могу выйти замуж и ей сказали у тебя есть обиды на мужчин она говорит конечно я в детстве была полная я обижалась на мальчиков которые постоянно меня обижали они называли меня от цистерна и кастрюля до еще там жир трес жир стресс я не знаю еще как то и говорит сначала отец издевался надо мной потому что говорил что я толстая дедушка и бабушка в дальнейшем эти подростки а в дальнейшем еще когда я училась и говорит я всю жизнь ненавижу мужчин потому что они всю жизнь обижали я их подкарауливала и била и он ей говорит ты с этого момента для того чтобы выйти замуж должна знать что чем лучше ты будешь относиться к памяти тех мужчин которые были в твоей жизни тем больше у тебя шансов быть любимой в среде данных мужчин поэтому кто бы тебя не обижал из мужчин кто бы тебя не обижал вообще прости этих людей и в дальнейшем восхищайся каждым мужчиной которые появятся в твоей жизни и она после этого смогла выйти замуж родился ребенок как вы думаете какого пола точно это был пол мальчик и она говорит настолько моя жизнь изменилась после того когда я изменила свое сознание и свое мировоззрение по отношению мужчин сегодняшний вебинар называется как добиться успеха во всех сферах жизни за 30 и знания сокрытые веками несколько слов еще о новых шумах а вы знаете что я в 2023 году создал пять новых шумов это шумы которые отличаются от моих матриц дуйко которые выпускал ранее их кстати огромное количество и называются они сид хи саунд и данные шумы сейчас они сделаны по принципу стерео влиянием то есть помимо шума используется еще бинауральные звуки определенные звуки которые мной созданы таким образом чтобы влияние происходило на человека более массированная более широкое так далее те люди которые уже начали использовать данные шумы они начали мне писать следующий андрей андреевич когда мы начинаем слушать то через одну минуту начинаем терять сознание а после шума появляется эйфория после шума появляется ощущение что хочется парить работает кто-то даже написал работает как наркотик работает как будто есть ощущение наркотического такого прихода и он держится длительное время кто-то написал что очень болит голова после шума и через один-два часа проходит и появляется эйфория все верно данные шумы они имеют совершенно другое влияние на человека и я считаю что к данным шумом человек должен быть готов то есть если вы на сто процентов решили стать мега богатым человеком то слушайте мой шум мега богатый человек или как стать или при стать мега богатым человеком но вы должны быть готовы к тому что сто процентов судьба у вас изменится то есть если вы работаете в сельском совете или если вы работаете госслужащим и ваша заработная оплата едва достигает 300 500 долларов но вы хотите ездить на пароходах купить свою недвижимость в испании или в италии на острове кома или еще где-либо жить в швейцарии быть богатым человеком быть человеком счастливым от богатства и быть человеком который состоится в бизнесе то вы должны знать что первое что произойдет вас этой работы выгонят и вы будете расстроены потому что вы наверно или ваше восприятие она думает так если слушать такой шум то тогда на работе где вы получаете 300 долларов вам должны платить сначала 3000 за эту работу после этого 300000 после этого 3 миллиона но к сожалению так не произойдет вы же сами должны понимать что госслужащие это целая система один человек изменить систему не может несколько слов еще вот о чем сегодня одна женщина написала мне письмо но печально и но я не могу пройти мимо она спросила у меня андрей андреевич скажите а что делать у меня любимый сын в раннем возрасте погиб и так произошло что это такое почему это происходит такое часто бывает и принципов служит несколько принципов служит несколько объяснить почему молодые люди погибают почему хорошие люди погибают и так далее но объяснить это все возможно если есть знания эзотерики итак первый принцип обещания когда человек человек относится к своим обещаниям как бы ляпая как попало то есть то я приеду через семь минут после этого не приехал а вы знаете что за это наказывают человек говорит ну вот я тебе перезвоню после этого не перезвонил я я приду завтра или я тебе позвоню или а вот я хорошо я это сделаю или а я тебе обещаю эти обещания человек дает на протяжении жизни и это неправильное обещание такие обещания очень разрушает жизнь человека считается в эзотерике что обещание это проклятие не сдержанное обещание автоматически проклинает человека его рот поэтому давать обещание лучше не нужно потому что это опасно ну и как же это связано дело в том что некоторые люди рождаются с огромным потенциалом жизни то есть они могут посмотреть кино они могут войти в какое-нибудь состояние послушать музыку на фантазировать или очень часто там девочки или мальчики могут привлечь такую фантазию и фантазировать так чувственно помните мои слова я когда-то говорил что чувства создают чувства создают дальнейшую нашу жизнь то есть человек думает что сознание создает будущее на самом деле чувства создают будущее и вот в полете таких чувств человек говорит посмотрев кино кого-нибудь говорит я спасу этот мир я напою всех людей водой или а я смогу изменить всю политику страны станут президентом этой страны и я обещаю что я там помогу что я там чую и еще что то то есть дает вот так в сердцах но очень психоэмоционально еще в какой-нибудь особенный день на полнолуние или на праздник какой-нибудь там шиваратри хотя он не знает или там на благовещение или на какой-нибудь праздник дает такое обещание в очень раннем возрасте или на протяжении жизни а потом вдруг становится понятным для этого мира что этот человек уже до конца своей жизни обещание не исполнит и мир так устроен что он фиксирует особенно первое данное человеком обещание особенно первое данное человеком обещание фиксируется и это обещание является мета или мега задачей мега целью этого человека то есть дал обещание ты живешь как обещание еще раз хочу сказать обещание и клятвы данные в первые дни жизни человека там в 10 лет в 7 лет в три года там они очень важны они могут стать мета задачи если они окрашены ярким психоэмоциональным таким контекстом и такое обещание она привлекает все силы и энергии в жизнь данного человека с целью чтобы этот человек максимально в этом смог реализоваться но обещание на протяжении жизни изменяются об обещании эти они могут измениться и когда такие обещания приходят вот человек до допустим 40 лет до 20 лет дал обещание и энергия божественная видит что его жизнь или его задача с этим обещанием не реализует обещание отключают ему жизнь почему потому что а чё жить теперь то зачем эта судьба нужна если мета задача которая была поставлена высшим силам виде такой просьбы не будет исполнена тогда не нужно его отключает второй вариант вы знаете что мир это мир который состоит из мира зла который тянет людей к злу и мира добра который тянет людей к миру добра что это такое помните когда-то говорил человек сам осознанно выбирать для себя свой путь да это его выбор на самом деле хоть в этом выборе часто есть еще и элементы влияния то есть могут влиять или человек сам не понимает как он попадает в эту удочку есть еще алкоголь наркотики и тогда каким образом человек выбирает зло смотрите если от вашего поступка от вас если от вашего внешнего вида от вашего поступка от вашего перегара или запаха от ваших действий кто-то страдает ставьте тире и пишите я служу злу вот смотрите вы вы написали плохие комментарии люди люди страдают вы в зле находитесь вы служите злу если вы совершили поступки люди страдают вы находитесь на стороне зла и это две чаши весов но человек может создавать зло и может создавать добро то есть человек там за своими детьми смотрит за матерью говорит хорошие слова дарит подарки он добрый хороший человек то такая чаша может уравновешиваться но такое бывает что рождается люди абсолютное зло или абсолютное добро как правило людей которые излучают абсолютное зло и находится на плохой стороне этого мира но здесь не стоит забывать еще и о воспоминаниях человека человек сам себе может делать зло почему от вы от своих воспоминаний можете страдать можете то есть вы своими воспоминаниями обижаете свое сознание а своими желаниями от них можете да то есть можно сказать что человек который желает и от этого страдает находится на стороне зла человек который чувствует что-то и ненавидит на стороне зла то есть вы находитесь на стороне зла. И можно сказать, что большинство людей, которые находятся в мире, они находятся на стороне зла, кроме нас. Почему? А мы добрые, а мы добрые, несмотря ни на что. Мы объединились с задачей найти в себе возможность быть добрыми людьми, быть светом. И находим в себе эту возможность, контролируя ее и делая все для того, чтобы находиться на стороне добра. Не пишем комментарий. А чем мы отличаемся от христиан? Ничем. В христианстве написано, если тебя обидели, поверни другую щеку. Написано о том, что человек должен быть подобному Богу, что человек не должен убивать. Странно для стран, где президенты клянутся на конституции. Странно. Не убей, не укради, как бы. Знаете, как бы не укради, как бы. Странно видеть религиозных деятелей, которые говорят, что нужно убивать. И кто убьет, будет у Бога под защитой, станут ангелами. Странно, что страна заявляет о том, что мы нападем, взорвем, но сами в рай попадем. Странно все это звучит для страны, которая исповедует христианство. Ну ладно, как бы не об этом. Ну что, когда есть силы зла, то есть люди, которые умудряются быть очень хорошими. Сегодня я видел фотографию, одна женщина написала, вот это моя сестра двоюродная. Она очень хорошая, она всем в жизни помогала. Она помогала племянникам, квартиры купила, этим помогала, в бизнесе его состоялась и так далее. Потом в 45 лет взяла и умерла. Внезапно, за один день. Почему? Когда в мире зла, океан, находится один человек, который как мотылек над этим океаном начинает сеять добро, то он делает вспышки. Сюда много добра, сюда много добра, сюда много добра, сюда. И люди начинают в этом всем создавать, как светлячки, вот такие вспышки. Силы зла создают процесс, при котором завершают жизнь этого человека. То есть они ему вредят. Поэтому я часто говорю, если делаете добро, то делайте его скромно. Вообще, по моему мнению, быть добрым человеком, это хотя бы научиться не создавать зла. А уже быть света, чем доброты, в мире, который заполнен злом, опасно. Но это ваше дело. Именно поэтому в случае, если есть или появляются люди, которые самоотверженно, со всей силы, стараются максимально проявлять добро, всем помогать, стараются всем быть добрыми, детям, близким, себе, окружающим и так далее. Помогать малоимущим, жить над тем, чтобы эти люди были счастливыми. То есть фактически становясь вот такими людьми, которые посвящают себя социуму, посвящают себя борьбе со злом, такие люди заканчивают рано. К сожалению, пока еще силы зла в этом мире преобладают, поэтому такие люди рано умирают. Есть ли такие у меня знакомые? Да, у меня был один знакомый, он в раннем возрасте, по-моему, в 22 года ушел в храм и получил сан монаха. И все тогда поулыбались, подумали, что какая ерунда, какая это все ерунда, зачем ему, молодой красивый мужчина, не захотел продолжать жизнь мирскую, ушел в храм и свято начал молиться. В очень раннем возрасте, где-то там до 30 лет, я его очень долго знал, он начал людей принимать, начал читать молитвы, начал активно вести такой сподвижнический образ жизни, и нареканий не было никаких. То есть все были довольны, уникальный был очень человек, такой невероятный, яркой, теплой души человек. Теплый, хороший, добрый. Рядом с этим человеком было ощущение такой духовной чистоты, то есть было ощущение, как будто он всех любит, как будто он никому ничего не навязывал, каждого выслушивал, такой теплый-теплый человек. Мне он очень нравился, я с ним многократно встречался. Он умер от онкологии легкого. Почему? Мир тьмы рано или поздно может забрать такого человека, потому что зло, как ни странно, до сих пор еще имеет силу. Почему? Вы сами видите. Ну что ж, продолжим нашу тему. Хочу еще раз сказать о нашей акции, которая сейчас идет в честь дня рождения моей любимой, в честь дня рождения события в моей семье. Это акция скидки на абсолютно все семинары, и все продукты моей эзотерической школы Кайлас, минус 40 процентов с сегодняшнего дня, с 21 июля по 24 июля. Несколько таких, несколько таких уникальных, наверное, от меня идей, которые смогут вам изменить все сферы вашей жизни. Можно ли как-то изменить сферы нашей жизни, не используя определенные ритуалы дополнительно. Да, и сегодня я хочу с ними познакомить. Итак, в случае, если себя представлять на коне, будете победителем. В случае, если чего-то боитесь, носите в руке кусочек соли в виде кристалла в руке, тогда перестанете бояться людей. В случае, если хотите в суде выиграть, положите в кусочек омылка или промыленного мыла себе в правый карман. В случае, если представлять себя на красном слоне, в дальнейшем будете богатыми. В случае, если представлять себя сидящим на обезьяне или на желтого цвета, то, скорее всего, сможете быть победителем. Далее, в случае, если представлять человека, от которого вы ждете помощи, представить, будто в момент разговора, или представить, будто этот человек изо рта выпускает вам мед в чашку и мысленно обмазаться этим медом, то этот человек будет вас обожать и будет хотеть для вас что-то делать. Также можно такую чашу представить, будто вы ее выпиваете. Тогда этот человек будет к вам благосклонен, в дальнейшем будет вам помогать и вас сопровождать в жизни. В случае, если вы сами представите, будто у вас изо рта мед вытек в чашку и там есть вода, вы можете такую воду помешать, дать людям каким-либо и эти люди хорошо будут к вам относиться и будут все время хорошо к вам говорить. То есть, это выглядит так, человек вот так вот рот открыл и представил, будто мед влил в воду. Далее, если вы готовите дома продукты питания, допустим, варите суп и вы женщина, то вы можете, когда мешаете, говорить, сейчас, когда съедят этот суп, то все похудеют на один килограмм. Ну, диарея всем обеспечена. Или пусть все, кто ест суп, в дальнейшем избавляются от плохой привычки. Так это все работает. Кстати, женщины имеют определенную способность из одной груди пускать одну ниточку, из другой другую, делая золотую кольчушку. Что делает женщина? Вы можете делать так. У вас сын пьет, представляете, будто вы ниточками связываете золотую кольчушку, где одна ниточка золотая из одной груди, а другая из другой. Делаете такую кольчушку и каждый узелок произносите «бросай пить, перестань себя так вести, будь хорошим, ты же хороший, умненький, пусть у тебя в жизни будет счастье» и так далее. И одеваете такую кольчушку и в дальнейшем каждый день представляете, вся ли она целая. Так человек бросит. Дальше. Вы хотите, чтобы человек вам позвонил и хотите, чтобы человек хорошо к вам относился, вам необходимо проводить такой ритуал. Представляете, будто вы заряжаете стрелу и когда стрелу заряжаете, говорите «позвони мне» и стреляете по направлению к тому месту, где находится человек, мысленно стрелу. Слава, давай иди сюда. Представляете, будто натягиваете лук, говорите человеку «подумай обо мне, позвони мне» и стреляете. Говорите «отдай мне деньги» и стреляете. Если вечером отдаст деньги, если утром не отдаст. Если вечером будет о вас думать целый вечер. Поэтому, если мысленно представлять, если представлять мысль и вкладывать ее в стрелу и стрелять в сторону человека, думая о нем, то этот человек будет получать такую мысль, о которой вы думаете, как будто это его собственная. Позвони Тане, позвони Тане, позвони Тане. У человека бывают такие моменты, когда жизнь запуталась, ничего не получается. В этом случае поможет вам океан времени или река времени. Человек может представить, будто он находится в реке и вокруг него находится большое количество щепок. Вот эти щепки в вашей реке времени или грязная вода, или застойная вода, это все называется вашими неприятностями. Что необходимо делать? Представляйте, будто вы в реке находитесь и вот такими движениями на вдохе и выдохе эту воду от себя отгоняете. Если вот так будете делать, очень получится. Также можно представлять, будто у вас на теле, в случае, если есть заболевание, появилась смола и появилась окалина. И этой водой можете вот так умываться, смывать это и сбивать с себя. Тогда река времени уберет назад ваши проблемы со здоровьем и уберет ваши проблемы или ваши неприятности, которые есть в вашей жизни. Что дает нам огонь? Несколько слов еще об этом. В случае, если человек представляет огонь, в случае, если просто зажечь огонь и смотреть на этот огонь, в случае, если у вас нет работы, смотрите на огонь и говорите, чем мне заняться? Зажигаете огонь и просто на него смотрите. Не думайте о том, чем вам в жизни заняться для того, чтобы зарабатывать большие деньги и смотрите на огонь. Всегда помните, человек, который смотрит на огонь, у него появляется много мыслей. Почему? Огонь обучает человека. Живой огонь, хоть на свече, хоть на конфорке, хоть на костре, помогает человеку, как ни странно, поумнеть. Но в случае, если у вас есть неприятности, можно думать о неприятностях и смотреть в огонь. Но если вы будете мечтать и смотреть в огонь, то, скорее всего, у вас мечты никогда в вашей жизни не исполнятся. Кстати, что делать с теми обещаниями, которые вы дали? Зажгите костер и представьте, будто вы эти обещания сжигаете. Слава, посмотри по времени, сколько уже идет трансляции. В случае, если человек представляет огонь в себе, то это помогает человеку избавиться от проблем, которые связаны с здоровьем опорно-двигательной системы. Андрей Андреевич на меня постоянно воздействует, что делать, если воздействует и так далее. Смотрите, на эзотерическом плане жизнь человека, она связана с деревом. В случае, если вы человек, которому за 55 лет вы корень. В случае, если вы человек, которому от 30 до 55 лет вы ствол. В случае, если вы до 40 лет, то тогда вы ягоды, которые есть, или плоды, которые находятся на этом дереве. Это дерево находится на поле вашей жизни. Это поле вашей кармы. То есть, там, в этой земле, находится прах тех людей, которые раньше жили. Но там, в этой земле, начинают появляться черви, гусеницы и те энергии, которые съедают корень. Если корень съедается этими энергиями, то тогда с человеком происходят неприятности. То есть, кто-то в семье начинает болеть, появляется невезение, появляются психические заболевания и так далее. Каким образом это лечится и что необходимо делать? Необходимо представить, будто у вас на корнях находятся такие червячки. И представить, будто у вас есть крот, который начинает этих червячков искать и съедать. Вот такой крот, это ваша медитация. То есть, представляете, будто вы видите эти корни, на них находятся черви. И на вдохе и выдохе, представляете, крот подползает и съедает. Первый червячок, второй червячок. Желательно, чтобы червячки были белого цвета. Если использовать данный метод, то, как ни странно, у всего рода очень хорошо, очень много появляется успешных людей. То есть, вот у меня есть сестры, есть братья, у них есть племянники, у тех есть дети. И кому-то везет, кому-то не везет. Это говорит о том, что корень плохой. Если я буду практиковать сам, хоть я и не старший, видение корня и буду представлять, будто я червячков этих убираю, то таким образом я смогу устранить огромные проблемы. Как это связано еще и с миром. Смотрите, вы мужчина и вы хотите жениться, представляйте себя птицей, летящей над Синим морем. Если мужчина представляет себя птицей, летящей над виноградными полями, над полями, там где очень много черешин, представляете, будто вы съедаете эти черешни и так далее, то у вас будет много женщин, много возможностей и так далее. В случае, если вы женщина, представляйте себя на дереве в виде красивой ягоды или на золотой тарелочке в виде красивой ягодки. Представляете, будто периодически вас кто-то хватает и несет на крыльях. Только птицу, представляете, красивую. Таким образом, это кармическая практика, которая называется дерево и плоды. Плодами являются женщины, которых должны забрать птицы и создать новое дерево. А мужчины при этом являются самими птицами, которые перелетают между такими кармическими кубами. Они называются так. Как наказать человека? Вас человек продал, вас человек предал и так далее. Что необходимо сделать? Необходимо первое. Представить, будто этот человек сидит перед вами. Представить, будто этот человек сидит перед вами. Вы смотрите на него и начинаете говорить ему плохо. Говорите, ты сволочь, негодяй, я тебя ненавижу. Какой же ты негодяй, можно даже матом поругаться. После этого, представляете, будто вы берете левую ладонь и берете правую ладонь. И говорите, хорошо, я тебе за то, что ты меня предал, заплачу. И представляете, будто берете и кладете себе в левую руку серебряные монетки. И считаете, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так 13 монеток. И отдаете этому человеку эти монетки или кладете в карман. И говорите, вот мой тебе расчет за то, что ты вот так сделал. И все. Запечатываете его после этого со словами омахумхахохри. Кстати, хочу сказать, что эти техники только для учеников школы Кайлас. Поэтому становитесь и поторопитесь ими стать. У обычных людей это не сработает правильно. Поэтому для того, чтобы делать правильно, необходимо очищенное помещение, ритуальная защита и так далее. Ну, теперь вы это знаете, проходите. Первая ступень, кстати, есть и она опубликована совершенно бесплатно на моем вот этом YouTube-канале. Кстати, вы еще не подписались, я это вижу. Давайте срочно подпишитесь и срочно поставьте лайки. И не забудьте в конце написать комментарий еще к видео. Ну что, продолжим. Что обозначают эти 13 монет? 13 монет это тайное знание и Евангелие. О, это еще что за тайное знание? Мы знаем, что за 13 монет Иуда предал Иисуса Христа. И что это обозначает? Смотрите, есть Евангелие в знаниях, которые всем понятны, а есть Евангелие и знания, которые непонятны. То есть, смотрите, Иисус Христос сказал заповеди. Но самой основной заповедью была еще и последняя заповедь, которая как раз и проявилась в виде Иуды, который предал его. Кто такой был Иуда? Давайте посмотрим на всю эту историю таким образом. Кем был Иисус Христос для Иуды? Он был человеком. Ведь Иисус Христос говорил о том, что «Я для вас больше, чем ваша мать и отец. Я для вас больше, чем солнце и Бог. Я для вас все». И если рассмотреть, то Иисус Христос их повел за собой, и они все оставили. И можно сказать, что этот человек для них был и отцом, и матерью, и самым лучшим, и давал кров, и давал возможности душу, и был и возлюбленным, и другом. То есть, можно сказать, что это было максимально всем. А на кого похож Иисус Христос? И на кого похож Иуда? И как закончил Иуда? Иуда закончил плохо. Мы помним эту историю. Почему? Потому что он предал. Потому что он предал все самое дорогое. Он предал максимально дорогое, все абсолютно дорогое, что у него было, он предал. Почему 13 монет? Потому что он был тринадцатым апостолом. И каждый из этих апостолов каким-то образом предал Иисуса Христа. Поэтому монет 13. 12 апостолов Иуда, 13 монет. Но продолжим все-таки эту тему. О чем здесь говорится? Говорится о том, что самое плохое, что может сделать человек в своей жизни по отношению к тем, кого он любит, по отношению к тем, кто рядом с ним живет, по отношению к тем, за кого он несет ответственность. Это предать этих людей. Уважаемые друзья, не предавайте близких. С вами живет женщина, вы разлюбили, все равно не предавайте. Все равно нельзя предавать тех людей, которые любят вас и которые близки к вам. Не делайте так, это нехорошо. Потому что вы закончите, как Иуда. Рано или поздно закончите именно так, как он. Предательство в христианстве является максимальным, самым страшным, смертным грехом. Женились, живите. Любите, не любите, живите. Обожайте, сохраняйте, приумножайте. Все можно построить, все можно изменить. Каким образом можно изменить? Восхищайтесь близкими, обожайте близких. Не лежите ночью и не говорите, ой, мне не нравится в нем, и это не нравится, и такой он плохой, и такой. Зачем вы программируете жизнь? Наоборот, ложитесь, говорите, да, он теплый, да, он мне там деньги зарабатывает, да, он еще и хорошие слова говорит, да, может быть, у него там есть что-то, но я его смогу воспитать. И потом говорите ему, ну что, нравлюсь тебе? Видишь, красивенькая, видишь, вот для тебя. А вот какой ты молодец, вот так у тебя получается. Ну, будь терпеливым, попробуй немножечко быть спокойнее, ну, возьми себя в руки. Понимаете, вот таким образом. Люди часто становятся как собачки. То есть гавкают друг другу, но не объясняют. Собаки тоже так делают. Она гавкнула, не поймешь. Что ты гавкаешь? Ты есть хочешь или хочешь, чтобы тебя погладили? Если погладили, получается, или поиграть с тобой. Знаете, собака гавкает, хочет поиграть. А я не знаю, что она хочет, и думаю, что она хочет меня укусить. Так же и в жизни людей. Когда люди эмоционально гавкают друг другу, то они не могут понимать, а что же они от них хотят. Или покормить, погладить, или наоборот бежать уже от них, прятаться. Поэтому прекращайте гавкать. Прекращайте гавкать. Начните разговаривать с теми людьми, которые рядом с вами находятся. Объясните им, что вы хотите. Меньше эмоций. Это фырканье, гавканье. Вас никто не понимает. Часто люди так живут, как с разных планет. Один гавкает, другой. Да, пошла, ты пошел. Почему? Да, он меня не понимает. Как ты хочешь понять, если у тебя одни эмоции? Для того, чтобы понять, нужно какая-то история. Нужно какое-то начало, нужно развитие и окончание. Какие-то выводы. А когда этого нет, когда это обижается, на что уже и сама забыла. А почему тоже забыла? А мама так делала, и я так делаю. Почему ты хамишь? Я не знаю. Я в детстве хамили, мне теперь я. Пусть все ослова эти. Не знаешь, ты не ела паренной редьки. Знаешь, как я же... Вы что, хотите, чтобы они так, как вы жили в голоде, в холоде? Когда стога огромные, слились в окопы длинные, не грела тело гречка. Зачем вам это надо? Вы что, хотите плохого своим детям? Хотите им хорошего? Надо хотеть, надо желать, надо мечтать. С мужчиной происходит то, о чем о нем мечтает женщина. С вами рядом живут мужчины? Вы мечтали о том, чтобы они были богатыми? Чтобы они рядом с вами видели в вас красивую? Чтобы они были худее? Чтобы у них бизнес получалось? Вы мечтаете об этом? Нет. О чем вы мечтаете? А вы мечтаете? Тогда что вы хотите? Если человек не мечтает, то с его мужчиной ничего не случается. Ладно, будем заканчивать вебинар. Хороший получился вебинар у нас. Интересный. Так. Итак, сегодняшняя наша тема называлась... Называлась... Наканчиваем. Сегодняшняя тема называлась «Как добиться успеха во всех сферах жизни, эзотерические знания, сокрытые веками». Я надеюсь, наша тема получилась и будем заканчивать. Потому что сегодня меня ждет еще празднование дня рождения и так далее. Обязательно переходите сегодня на мой сайт и получите 40% скидки на все семинары эзотерической школы Кайлас. Обязательно поставьте лайки, обязательно напишите свои комментарии, а также не забудьте написать, какие из моих эзотерических практик вам в жизни помогали и что вам в жизни помогло больше всего. Несколько советов. Какие советы я могу сегодня дать? Сейчас есть очень много мужчин и женщин, которые хотят изменить тех, кто рядом находится. Можно ли каким-либо образом помочь такому человеку? Конечно. Лег с вами рядом ваша жена пьющая или ваш муж пьющий. Пьющий или гуляющий, или вредный, или еще какой-то. Мысленно представьте с закрытыми глазами этого мужчину, мысленно представьте, будто вы его намыливаете мылом и мысленно говорите, пусть все плохое с тебя смоется, пусть смоется твой алкоголизм, твое гуляние, твои болезни, твое плохое настроение, еще что-то. И поливайте его мысленно, рядом находящегося, из шланги водой. И после этого вновь делайте, вновь, пока не надоест или пока не заснете. Это от меня вам такой дар, который поможет вам и вашим близким тотально и полностью исправить жизнь тех людей, которые живут рядом с вами. Не забудьте перейти в шапку данного видео и не оставаться передо мной должниками, нажать на кнопку Андрея Дуйко, там она находится в описании, перейти по ссылке, получить, кстати, там две книжки бесплатно и поблагодарить меня за те знания, которые вы сегодня от меня получили. Еще раз спасибо, до свидания. И всегда помните, эзотерика управляет миром, а правильная и адекватная эзотерика – это та эзотерика, которую вы можете получить, обучаясь у меня. Переходите на мой сайт.